СПИМ спокойно. МНС подвело итоги уплаты налогов. За каждый день просрочки начисляются пени. Что грозит тем, кто играет законом? Словил белочку, мавручанин зарезал сожителя дочери. Услабовлено наличие двух проникающих колоторезанных повреждений. Как так вышло? Битва интеллектов. В городе прошел финал конкурса бизнес-идей. Если молодежь будет развиваться и продвигать нашу страну, то как бы и страна тоже будет расти. Чья задумка произвела впечатление? А также силовой блок, большие планы и ровное покрытие. В Беларуси отремонтируют 3000 километров дорог. Когда? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Александр Лукашенко заслушал доклад руководителей силовых структур. В преддверии сессии УДКБ белорусский лидер также обсудил актуальные вопросы. На встрече присутствовали представители КГБ, министр обороны и начальник главного разведывательного управления. Во главе у глава и на политическая обстановка и безопасность. Хотел бы посоветоваться по ряду вопросов военно-политического характера и прежде всего оборонного характера, сферы безопасности и выслушать те проблемные вопросы, которые сегодня у нас возможно существуют во взаимоотношениях с членами УДКБ и те вопросы, которые вы хотели со мной обсудить. Поэтому давайте построим наш разговор таким образом, что кто-то этот комплекс вопросов обозначит, потом конкретно обсудим. После Александра Лукашенко встретился с главой администрации президента. На повестке дня работа с резервом кадров на всех уровнях, а также подготовка к новогодним и рождественским праздникам. Кровавая расправа. Житель Бобруська убил сожителя дочери. К 74-летнему фигуранту пришла дочь со своим бойфрендом. Компания ужинала и употребляла алкоголь. После пары отправилась спать. Ночью к ним зашел пенсионер и набросился с ножом на спящего мужчину. Женщина попыталась остановить отца, но получила травмы кисти рук. Изъяты следы, объекты, по которым в последующем будут проведены судебные экспертизы. В том числе два ножа. В ходе судебно-медицинского исследования трупа установлено наличие двух проникающих колото-резанных повреждений левой и правой боковой поверхности грудной клетки. Смерть мужчины наступила в результате массивной кровопотери. Задержанный ранее не был судим и не привлекался к административной ответственности. Мужчине предъявлено обвинение по статье убийства. Расследование продолжается. Приятный ценник, электоральная кампания и нездоровая статистика. В Беларуси зафиксировано 59 случаев кори. Как себя безопасить? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Проведение выборов в Палату представителей и местные советы депутатов пройдет в единый день голосования 25 февраля 2024 в Совет Республики 4 апреля. Соответствующие указы подписал президент. Правительству поручено обеспечить финансирование расходов на электоральную кампанию и ее проведение за счет республиканского бюджета. Беларусь ориентирована на расширение взаимной торговли с Казахстаном. За прошлый год цифры товарооборота превысили 1,2 млрд долларов. В безусловных лидерах – аграрный сектор. Стабильно высок спрос на отечественные продукты питания. Популярная гуманитарная сфера. Почти 200 казахстанских студентов обучаются в белорусских учреждениях образования. В республике зарегистрировано 59 случаев кори. Заболевание выявлено во всех областях, кроме Брестской. Главные симптомы – высокая температура, сыпь, поражение дыхательных путей. Треть прецедентов связаны с выездом за границу, последняя – среди непривитых. Своевременная вакцинация – единственная мера профилактики. К концу года в Беларуси отремонтируют 3000 км дорог. Выделенные средства увеличились до отметки в 1,4 млрд рублей. Для реконструкции используется цементно-бетонное покрытие. Благодаря материалу автомагистрали останутся прочными и долговечными. Также планируется восстановление почти 120 мостов. В республике стоимость стоматологических процедур снизится почти на 50%. Постановление предусматривает ряд услуг, на которые установлены новые тарифы. Ценник удаления молочного зуба станет меньше на 33% и будет чуть больше 85 рублей. Лечение среднего кариеса обойдется 86 вместо 163. Изобилие креатива жюри конкурса «Бизнес-идей» в Вавруйске определило лучших. Создание дополнительной площадки для реализации потенциала талантливой молодежи, развитие региональных задумок, поиски, воплощения в жизнь новых решений. На состязание поступило свыше 200 заявок. Финал прошло всего 20 человек. Участники продемонстрировали свежий взгляд и оригинальные предложения. Мы занимаемся тем, что даем клубам и игрокам новые возможности. Игроки же смогут найти свое мероприятие буквально за одну минуту. Они смогут найти себе компанию, либо какой-то клуб, который будет им интересен. Мы сможем подобрать мероприятие, исходя из алгоритмов, исходя из того, что интересно нашему пользователю. Или посмотреть то, как они вообще спланировали свое расписание, чтобы подобрать им удобный день для всей компании. В данный момент в Беларуси проходит большое количество стартап-конкурсов. Это особенно связано с молодежью. И если молодежь будет развиваться и продвигать нашу страну, то как бы и страна тоже будет расти. Конкурсанты представили инновационные идеи по самым различным тематикам. Среди них IT, машиностроение, медицина и сельское хозяйство. Победители конкурса присоединятся к резидентам технопарка и смогут реализовать в жизнь свои разработки. Время деньги. МНС подвело итоги уплаты налогов. Бумажные и электронные извещения плательщикам начали поступать еще в сентябре. Уже в середине ноября додлайн сгорел. Однако не все следят за числами на календаре. Подробности у Елизаветы Липеевой. Время подводить итоги. По закону до 15 ноября беларусы должны были заплатить три имущественных налога. Земельный на недвижимость и транспортный. Деньги в казну не внесли почти 9700 бобруйчан. Общая сумма задолженности порядка 560 тысяч рублей. За каждый день просрочки начисляются пенни. Кроме того, за неуплату налогов, за неполную уплату налогов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. В размере 15%, если сумма неуплаты совершена по неосторожности. В размере 40%, если сумма неуплаты осуществлена умышленно. Если человек категорически отказывается уплатить налог, специалисты могут пойти на крайние меры. В таком случае за дело берутся судебные исполнители. Долг высчитывается из зарплаты или пенсии, а также из других источников дохода. Плюс в списке запреты на пользование банковской картой, интернетом, автомобилем. Кроме того, в отношении должников могут применяться меры обеспечения, в праве ограничения пользования услугами операторов мобильной связи, временного ограничения в праве управления механическими транспортными средствами, в праве выезда за пределы Республики Беларусь, в праве посещения горных заведений. В отношении должников, в которых место жительства не установлено, объявляется розыск. По кодексу чистой совести сотрудники отдела принудительного исполнения ИГИ проводят рейды. Специалисты смотрят по базе, уплачен ли налог и есть ли другие задолженности перед государством. Уйти от ответственности не получится. Знали ли вы, что до 15 ноября нужно уплатить налоги? Конечно, знали. Всё уже уплачено. А вообще были ли у вас когда-то задолженности? Нет, никогда. Мне приходит смс, я сразу оплачиваю. Я взаймы не живу, не касается. Надо всё вовремя. Любые долги надо платить вовремя, тем более перед государством. С 2025-го в стране планируют ввести единый имущественный платёж – налог на транспорт, недвижимость и землю. Ставка на прибыль вырастет на четверть при получении доходов свыше 25 миллионов рублей. Сумма увеличится для обладателей автокласса «Люкс», с года выпуска которых прошло не более трёх лет. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Блистательная победа. Хоккадина «Мошенник» прерывал четырёхматчевую серию поражений в чемпионате МХЛ. Хоккеисты сразились в поединке с командой соперника СК «Карелия». На льду разгорелась жаркая борьба. В результате «Бобры» разгромили конкурентов со счётом 7-3. Сейчас в турнирной таблице серебряного дивизиона западной конференции наши занимают пятую позицию. Сразу после нас в «Бобруйск-лайв» ровно в 20.45 развею миф о том, что театр начинается с вешалки. Заглянем за кулиси и расскажем, как избежать депрессии с помощью искусства. Не пропустите. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА